Всем привет! Анекдот. Короче, муж с женой валяются, делать нечего, и муж такой, дорогая, она говорит, да, давай с тобой разнообразим наши супружеские отношения. Она говорит, в смысле, как? Она говорит, давай поиграем в игру. Она говорит, ну в какую? Давай я буду свой член намазывать джемом, вареньем, еще чем-то, а тебе завяжем глаза, ты будешь пробовать и угадывать вкус. Она такая, ну давай попробуем. Завязывают ей глаза, она раз, и такая, говорит, Блин, это брынза. Он говорит, да погоди, погоди, я еще не намазал. Ребята, всем, кто любит пошлые анекдоты, нужно посмотреть вот эти эфиры. А лучше вот этот. Женщина такая, нормальная женщина. Как всегда, знаете, трудилась, трудилась, случился у нее инфаркт, и она умерла. Попадает на небеса, бог ее только смотрит, она говорит, неужели это конец, неужели так мало пожила. Он такой, посмотрел такой, нет, ошибся, 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 тебе жить еще 30 лет. Иди обратно, раз ее обратно, раз обратно. В больнице очнулась такая, господи, ну мне сказали, что мне жить 30 лет. А давайте тут же в больнице заказала себе губы вот такие, птички, короче, такие глаза, ботокс, мотокс, все, короче, все сделала. Выходит там через несколько дней на выписку, выходит из больницы, и ее скорая помощь в хлам сбивает. Она попадает опять на небеса, и такая, бог, бог, ну это же я. Он такой, ой, извини, не узнал. Кстати, напишите, пожалуйста, что вы думаете вообще о вот этих ботоксах, шмотоксах? Мне очень интересно. Ладно, пока-пока. Всем привет, анекдот. Короче, на том свете, возле врат в рай, стоит апостол. Стоит апостол и пропускает, ну кого да, кого нет. И идет такой мужчина солидный, он говорит, так, остановитесь, вы кто? Он говорит, да вы что, я известный певец Каррузо. Он говорит, Каррузо, докажите. Тот такой, та-та-да-та-да-та. Он такой, ой, да, спасибо, конечно, проходите в рай. Ну вот умер человек, да. Дальше стоит, раз, идет такая женщина вся изящная, красивая. Он говорит, так, стойте, вы кто? Он говорит, да вы что, я Майя Плесецкая. Говорит, так, докажите. Она раз, там фуэте. Хоть, фить, фить, фить. Он такой, да-да, вы молодец, спасибо, проходите. И через некоторое время идет такой чувачок, очки, пиджачок, чемоданчик. Идет, так, стойте, а вы куда? Он говорит, я в рай. Он говорит, так, а вы кто? Я работник Министерства культуры. Он говорит, докажите. Он говорит, как доказать? Как я вам докажу, что я работник Министерства культуры? Он говорит, ну вот Каруза, Плесецкая, как-то доказали? Он такой, а это кто? Апостол такой, проходите. Друзья мои, подписывайтесь. Интеллигентные и не только анекдоты у меня на канале. Анекдот от баклажанов. Кстати, напоминаю вам, что у нас есть десятки, десятки, десятки анекдотов каждого месяца. Там прям выжимка бомбовых анекдотов. Всем привет. Анекдот. Мужик дома сидит и вдруг видит в газете некролог о себе, что вот он, Вася Пупкин, умер. Он офигел, не знает, куда звонить другу. Звонит, говорит, ты видел в газете этот некролог обо мне? Друг такой, да видел, а ты откуда звонишь? Как у вас настроение? Всем большой привет. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Про возраст хочу рассказать. Не знаю, кого вы выберете даже. А стоит бабушка на улице возле магазина горючими слезами, рыдает. Подходит к ней молодой человек и спрашивает, бабушка, что же случилось-то, почему вы плачете? А она взахлеб даже ничего ответить не может. Может быть, вас дедушка обижает? Да мой дед еще на войне погиб. Ну что же вы плачете? От одиночества, наверное, вы плачете. Да какое от одиночества? У меня дома такой парень ждет вот такие вот бицепсы, вот такие вот кубики. Так что ж, он, наверное, вам внимания не уделяет. Ну как не уделяет? Утром вместо завтрака кекс. Перед обедом два раза кекс. После обеда два раза кекс. Всю ночь кекс. Так что ж, вы рыдаете, вы же самая счастливая на свете. Я забыла, где я живу! Давайте, Бабулат, интеллигентно слово текст на всех заменял. Как бабушку осчастливили, Таш. До потери памяти, что говорится. Всем привет. Анекдот. Короче говоря, парень с девушкой поженились. И через несколько дней девушка прибегает к своему папе и такая вся испуганная. Говорит, папа. Он говорит, что случилось? Папа говорит, папа. Короче, каждый вечер, каждый вечер, перед тем, как лечь в постель, мой муж меня берет и вот так вот в полную ванну топит и секунд 30 на меня смотрит. А потом мы занимаемся сексом. Что это такое? Папа такой, говорил тебе, не выходи замуж за шиномонтажника, он в тебе дырочку ищет. А я недавно поняла, откуда появились анекдоты про блондинку. Вот это. Это не анекдот, это история жизни. Буквально на прошлой неделе я узнала о том, что нужно заправлять кондиционеры. В автомобиль я приехала в специальную службу, в сервис. Мне открыли капот, подключили какие-то провода, какие-то манипуляции проводятся моим автомобилем, что-то пытаются мне объяснить. Я говорю, вы главное сделайте, чтобы мне было не так жарко, потому что вроде как лето. Все, сижу в автомобиле, заведите, завела на все кнопочки, нажала, сижу. Подходит один из служащих этого сервиса и мне говорит, отодвиньтесь назад. Ну, я как путная маня отодвинулась назад. Он говорит, вообще-то нужно было отъехать на метр. В общем, да. Потом я поняла, что вот так и получается. Будьте про блондины. Вот так вот отодвинуться. Именно так я не отъехала. Нет, ты очень красиво, да, секс прям немножко. Можешь, вот просто это не анекдот, я встык, вот просто это так мне знакомо, когда я врезалась первый раз в огромный Ниссан Мурана на копейки, и он мне звонит и говорит, девушка, это я. Я говорю, а кто, кто? Ну, авария у нас с вами была. Я такая, а я не разговариваю. Говорю, а что у нас с вами было? Ну, авария. Ну, просто да. Всем привет. Анекдот. Сегодня такой деревенский, душевный. Короче, деревня, село. Машка и Ванька сидят на заваленке. И вдруг перед ними инопланетная тарелка, да, прям. НЛО садится. Они офигели из этой тарелки. Выходят два инопланетянина. Видно, что один вроде как мужик, другой баба. Здравствуйте. Они такие, здравствуйте. По нашей традиции пойдемте бухнем. Ну, а что сели? Давай, разлили самогонки. Сидят, бухают. Ванька говорит, вот у нас традиция бухать. А у вас какая? Инопланетянин говорит, а у нас мы меняемся половыми партнерами. Машка, Вань, давай, давай попробуем. Да ты что, я тебя сейчас в морду... Да, конечно, даже не люди. Ты инопланетянин, ну попробуем, как будто как собака. Говорит, ну ладно, давай. Ванька взял эту инопланетянку, увел ее. А Машка взяла инопланетянина, разделась. Давай. Он снимает с себя, значит, свой комбинзон. А там вот такой стручок. Она говорит, и что мы будем делать? Он говорит, покрутите правое яйцо. Она ему раз правое яйцо. У него член такой пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу И вырастает, она обратно крутит А как его потолще сделать? Она говорит, покрутите левое яйцо Она левое яйцо крутит, она так пу-пу-пу Она берет два яйца и настроила там, какой надо И запрыгнула на него и давай Тра-та-та, тра-та-та, так кайф Она вау, как классно, через час как давай ржать Га-га-га, спрыгнула с него Он, почему вы смеетесь? Она говорит, я представляю, как твоя инопланетянка Моему Ваське сейчас Яйца крутит, ребят Для тех, кто любит душевные деревенские анекдоты Обращаю внимание на вот этот анекдот А вот здесь Два супер анекдота Подписывайтесь Всем привет, анекдот Короче, мужик купил себе часы с шагомером Ну там, Apple Watch И что-то через пару дней вбегает В этот салон такой Apple и орет Вы что? Он говорит, что вы мне сломанные часы продали Он говорит, почему сломанные часы продали? Да я вчера целый день дома просидел А они мне насчитали Полторы тысячи шагов Пардовец такой Молодой человек Я вас очень попрошу Вы когда дрочите Снимайте часы Ребят Всем привет Обязательно подписывайтесь Поверьте, дальше будет еще смешнее Все вместе Анекдот от баклажана Ба-ба-ба-ба Анекдот от баклажана Вау-вау-ва Анекдот от баклажана Еэээ Анекдот от баклажана Баклажана Спасибо с вам огромное Вячеслав Мясников Сегодня и всегда Спасибо за все За чувство юмора И удивительную улыбку Классный канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому